Приветствую вас, друзья! В этом видео мы познакомим вас с Trading Volume Terminal и вкратце покажем, как применять этот профессиональный инструмент каждого трейдера. ТВТ – это первая платформа для комплексного анализа реального рынка фьючерсов CME, ICE, EURX, FORCE, акций NICE, NASDAQ, а также акции валют с биржей Moex. Мы используем только системный и профессиональный подход в трейдинге и анализе информации с мировых торговых площадок. Чем же отличается ТВТ от общедоступных сервисов и других платформ по построению графиков на основе биржевых данных? У нас действительно есть те же самые линейные типы графика, барные, конечно же, свечные и даже такие экзотические, как хейки наши. Подобные вещи есть везде, и их легко сделать и добавить. Самое главное, чего не хватает подобным графикам – это третий составляющий, который есть в любой сделке. Это объем. А вот это уже и есть отличие. Это бид-аск график. Что же он показывает? Эти цифры показывают количество сделок по рынку, прошедших по ценам бид или аск по определенной цене и за определенный таймфрейм. А вот здесь мы видим конкретный перевес. 0 к 5. 0 сделок прошло по биду и 5 по цене аск. А вот это уже кластерный график. Он показывает количество проторгованных сделок или объем торгов по определенной цене и за определенный таймфрейм. Например, 5-минутный, часовой, ну в общем за любой. Вот, например, это 15-минутный таймфрейм. Кластер чем-то похож на пласт в горной породе или на торт с разным наполнением. Теперь свечу или бар видно в разрезе, так сказать. Для примера, вот что показывает вам обычный свечной график. И вот что он скрывает. Нужно всегда помнить, что график или чарт это всего лишь графическое отображение цены за определенный промежуток времени, ну или таймфрейм. Не больше, не меньше. А кластер это рентген свечи и его нужно применять. В ТВТ можно настроить наиболее информативное отображение кластерного графика. Обычно кластера накладываются на барный тип графика. Можно, например, подсветить, точнее отфильтровать наиболее крупные кластера. То есть видеть те уровни цен, где было совершено большее количество сделок. Также можно применить автофильтр. И он сам подберет нужные объемы для этих фильтров, которые мы только что посмотрели. Можно применить бид-аск текст и видеть на кластерах уже не просто обобщенный объем, а объем, разделенный на тот, который прошел по ценам бид или ценам аск. Как буквально несколько секунд назад мы видели это на отдельном графике. Также вы можете выделить в один клик максимально проторгованный объем за свечу. Можно применить дельта-фильтр. Он визуально покажет вам перевес в кластере сделок, инициированных покупателем или продавцами. Где этот перевес более выражен, заливка цветом будет больше. И наоборот. Также можно применить фильтр перевеса по этим сделкам и подсвечивать себе кластера только с определенным перевесом в процентном соотношении между бид и аск сделками. Вот, например, стопроцентный перевес. То есть присутствует только маркет покупки или маркет продажи, что в свою очередь подсказывает нам, что с другой стороны рынка только лимитный продавец или лимитный покупатель, соответственно. Запомните, это важно. На все эти настройки можно установить сигнал и не залипать в монитор. Кстати, можно учитывать только крупные сделки, без сделок мелких трейдеров. Тиал, как говорится, кроется в деталях. Давайте посмотрим, из чего состоят все эти графики. Из потока сделок, заключенных на бирже. Тиках. Как вы видите, они могут проходить по одной цене, по инициативе маркет покупателя или маркет продавца. Разные цвета. Проходить в одно и то же время и отличаться на одну миллисекунду. Сделка может быть в один контракт, а может быть в 10. Все эти тики, или другими словами сделки, опять-таки, они отобразятся на графике. И вот их можно преобразовать и сгруппировать в удобный таймфрейм. И уже что-то похожее на график получается. Но вы никогда не отличите качество того, что отобразилось на ваших этих графиках, без тиковых данных. Естественно, все эти данные можно преобразовать и собрать в удобные, полезные для трейдера инструменты. Вот первый из них – это профиль объема. С помощью него ты увидишь реальный уровень или зону, где был проторгован максимальный объем за день. Месяц, контракт, да хоть за год. Можно смотреть за весь период, который ты исследуешь. То есть это тот реальный уровень цен, по которым большинство совершало свои сделки. Именно там сошелся максимальный спрос и предложение. А еще можно выделить, так сказать, кластер в этом дневном объеме, который было проторговано, допустим, 20% всего дневного объема. Да, по сути, это кластер, профиль объема является кластером для дня, недели, месяца и так далее. Вот второй инструмент. Визуально знакомый вам вертикальный объем. Но здесь он настоящий, реальный. Они построены просто по количеству сделок, которые есть там в метатрейдере и так далее. Это очень важно, потому что 100 сделок могут быть по одному контракту, а могут быть по 100 контрактов. Там объем будет, типа, одинаковый, да, показываться, что, ну, вот 100 сделок, там и там, какая разница. Но в реале они в 100 раз будут отличаться. Большой вертикальный объем показывает кульминационные моменты рынка, когда некоторые крупные движения останавливаются. Также обратите внимание на эти цифры. Они показывают, собственно, вертикальный объем за каждую свечу, но еще и блок трейдер. То есть вне биржевые сделки. То есть те сделки, которые участники не хотели показывать для всех. Это, конечно, не грааль, но точно подскажет вам, что будет стоящий движ. Давайте разберем пример с фьючерсом на британский фунт и как применить то, что мы только что узнали. Обратите внимание, появилось огромное количество сделок вне биржи. Теперь надо найти идеальную точку входа. И вот с помощью пластеров и настроенных фильтров и сигнала мы видим аномальное объем. Только по беду. То есть это очень крупный лимитный продавец, который принимает всех покупателей в себя и цена идет вниз. Ну а куда еще идти? Все, всех покупателей съели. Все, кто хотел, все купили. Естественно, продаем с коротким стопом и ждем. Самый главный навык и качество в трейдинге – это терпение. Кстати, с латинского «спекулятор» переводится как «наблюдать» и «исследовать». Это пример из нашего чата. Можно было бы закрыть сделку в конце дня, но я его показываю так, как было опубликовано в чате. После появления максимально больших комбинационных вертикальных объемов и поглощающей свечной дельты, было принято решение закрыть сделку. Хочу обратить ваше внимание, что то, что я здесь показываю, это не индикаторы, которые являются производными от производного и от производного. Это, так сказать, просто визуализация того, что происходит на реальном рынке. Полные данные. Перейдем к следующему практичному инструменту анализа реального рынка. Это открытый интерес. Он покажет вам, вливают ли новые деньги в актив или происходит изъятие ликвидности. Это информация с биржи о всех открытых и закрытых контрактах. Таким образом, ты можешь увидеть, насколько этот рынок интересен для профессиональных участников. Если открытый интерес падает, то с этого рынка уходит, и они не будут ждать, пока ты соберешься и найдешь там голову и плечи и тому подобное. А это уже один из наиболее любимых многими трейдерами инструментов кумулятивная дельта. С помощью этого крутого инструмента вы сможете увидеть разницу между покупателями и продавцами по рынку за определенный период времени и, соответственно, увидеть, кто из них сейчас преобладает на рынке и насколько сильно преобладает. Кумулятивную дельту можно смотреть за весь рассматриваемый период. Или, например, за отдельно взятую свечу, как я сейчас демонстрирую, или за один день, или за два. Мы выберем за один день, так привычно. Собственно, термин кумулятивная значит, что текущее значение дельты, например, за текущую свечу, добавляется к предыдущим значениям. Почему же эта информация важна и необходима? Потому что бывает так, что цена растет, а там все только и делают, что продают по рынку. Как же так? Так задайте себе вопрос. Раз по рынку продают, то значит лимитные игроки покупают и их это устраивает. И раз они готовы принимать в себя все эти продажи и скупают, то они, естественно, хотят продать подороже. Но потом. А еще есть дельта по количеству сделок, а не по объему. Помнишь, мы говорили о том, что можно смотреть, куда смотрит толпа? Отличный инструмент. Толпа вниз, цена вверх. Мотаем на уш, как говорится. Дельту за каждую свечу называют свечной. И для удобства она сделана отдельным инструментом анализа. Потому что часто надо увидеть, что происходит в отдельной свече, например, кульминационной, во время трендового падения. Увидеть работу алгоритмов, которые могут проявить себя в виде маленьких сделок, но набрать большой объем. Как видите, она тоже может быть кумулятивной, но немного в другом представлении. Больше похоже на график. Удобно смотреть дивергенции и раскорреляции цены и дельты. Не буду лукавить, не все так просто, но это информация с рынка. Реальная информация с реального рынка. Теперь ты видишь больше. А что с этим делать, у нас есть на сайте. Есть целый раздел, как интерпретировать дельту. Все написано очень просто и доступно. И можно посмотреть обучающие видео в нашем ютубе. Поехали дальше. Как и наш мир, так и естественно мир трейдинга и торговли глубже и шире, чем кажется на первый взгляд. И что хорошо в этой ситуации, имея специальное оборудование, ты можешь погружаться глубже и смотреть дальше. Поговорим коротко о рынке опционов. Настоящем рынке опционов, а не бинарк. Торговцев опционами называют смарт-мани. Надо знать, что делают эти смарт-мани, а они торгуют опционами. Ну, нормальными опционами, а не той чушью, которую людей разводят. И это все видно на одном рабочем пространстве вместе с графиком фьючерса. А рядом опционные сделки, их объем и открытый интерес по ним. Отдельно по путам и по колам. И все крупные сделки еще и отображаются на графике. И ты видишь, что на каком-то новом пике, например, кроют опционы, то пора валить. Потому что будет коррекция. То есть у вас отображаются опционы на одном графике вместе с фьючерсом. То есть мы соединили здесь два рынка. А это, например, улыбка волатильности, построенная по формуле Блэка Шоуза. За которой была вручена, кстати, Нобелевская премия по экономике. Она показывает динамику цен на опционы в режиме реального времени. Таким образом, мы видим, в каком направлении профессиональные участники рынка считают движение наиболее вероятным. Видео на тему, как интерпретировать улыбку волатильности, у нас есть на нашем YouTube-канале. Также эту динамику вы можете увидеть в виде графика волатильности. И понимать, какие движения цен на рынке прошли на повышенной волатильности, а какие, так сказать, более истинны. Конечно, вы можете сделать окна там, где отображаются ваши индикаторы, больше или меньше, как это делаю я сейчас на примере. О, да, и кстати, еще про опционы. Как есть открытый интерес по фьючерсу, так же есть открытые интересы по опционам. Естественно, отдельно по путам и кола, что очень удобно. Следующий уникальный инструмент, которым ты можешь воспользоваться, это HFT-объемы. Это крупные, быстрые цепочки сделок даже в одну миллисекунду. Показывают алгоритмы маркетмейкеров и других серьезных парней. HFT от слова High Frequency Trading или Высокочастотный трейдинг покажут тебе срыв стопов, останавливающие и проталкивающие сделки по рынку умных денег, что однозначно поможет в поиске идеальных точек входа и выхода из позиций. Просто посмотри на эту красоту. И это не какой-то индикатор, построенный на прошлых ценах. Это просто визуализация того, что происходит на реальном рынке здесь и сейчас. Конечно, доступны все привычные необходимые графические инструменты для рисования, линии, уровни, стрелочки, фигуры и тому подобное. В общем, все, что поможет тебе легче настраивать. Давайте посмотрим сейчас пример, как может работать сделка с HFT. Эта сделка от начала до конца полностью основывается на реальных данных с рынка. Ход в сделку выполнен, когда увидели, что открытый интерес резко упал и после образования HFT объема на хаях рынка. Оставалось только наблюдать и ждать. Поскольку дельта не образовывала дивергенции с ценой, а только усиливала шартовое настроение, можно держать сделку до следующего дня. А вот уже на образовавшемся HFT объеме вышли со сделки. Это хороший пример того, как полноценная информация помогает увидеть полноценную картину рынка и принять правильные решения. Эти данные могут усилить любую тактику, стратегию и торговую систему. Кстати, рассмотренные выше инструменты можно применить не только в статичном варианте, а также на любом желаемом участке рынка, в любой его фазе. Например, натягивающийся дельту можно наложить специально на этот участок роста от локального лая до хая. Таким же образом можно применить и натягивающийся профиль объема к выделенному участку и посмотреть, какой объем был проторгован. Именно тут. Вот цифра. И кстати, тут же можно применить один из уникальных профилей объема от Rain Volume Terminal. Это профиль среднего объема. С его помощью вы сможете определять, когда реально закончится данное движение. Например, оно собственно закончится, когда выдохнутся участники этого движения. И последний одинокий продавец совершит свою сделку на лоях рынка. Этот же профиль среднего объема можно применить и на глобальном профиле рынка. А вот для определения глобальных тенденций и направления рынка, ну кроме 200-й и 100-й скользящей средней, есть несколько еще крутых инструментов. Соточеты. Соточеты это очень масштабный и очень важный инструмент для анализа, такого глобального анализа. Они дают 100% верную информацию и понимание, куда стоят хеджеры, фонды, мелкие трейдеры. Это информация от комиссии США по торговле фьючерсами, CFTC. Эту информацию они сами подают туда и они, как ты понимаешь, это не сосед трейдерюга с метатрейдером на перевес, да, а это реально крупные, настоящие крупные игроки. Да, по сути, это можно сказать, что это легальная инсайдерская информация. Для удобства можно открыть хоть 100 окон и комплексно смотреть на это все. Естественно, это поможет вам смотреть и на общую картину в целом и вдаваться в детали. Соточеты можно отобразить по каждой группе профессиональных участников отдельно, так и агрегированно и в виде индекса SOT от Ларри Виллимса. Это трейдер, установивший рекорд доходности в самом престижном конкурсе трейдеров и, кстати, неоднократно побеждающий в этом конкурсе. Отчеты также можно отобразить в виде линейного графика, так и в виде гистограмм. Вот как я сейчас показываю. А вот с помощью коррелятора или функции мультичарт можно сравнить несколько активов относительно друг друга. Коррелятор – это лучший инструмент для свинка среднесрочных трейдеров. Арбитраж, парный трейдинг, спред трейдинг теперь доступен вам, и вы можете его использовать как профессионалы. Есть, кстати, готовая проверенная стратегия. Изучайте и используйте. Также доступен мультиэкранный режим. Ты сможешь легко расширить свое рабочее профессиональное пространство, и ТВТ станет незаменимым помощником для тебя, если у тебя несколько мониторов. Это очень удобно. Но ты уже все понял. Намерно рассмотреть ширше, а к торговле подходить комплексно вместе с ТВТ – трейдинг Волюм Терминал. Напомню, это первая платформа для комплексного анализа реального рынка и одна из лучших по объемному анализу. С помощью ТВТ вы получите доступ не только к графическому отображению торгов, но и к объему торгов на бирже. В платформе вы найдете и сможете совместить как самые обычные инструменты технического анализа, так и объемного анализа. Мы создали YouTube, в котором много полезной информации. Мы есть во всех социальных сетях и открыты для наших пользователей. Подписывайтесь на наш YouTube и Telegram канал по ссылкам ниже. Здесь много полезного. Переходи по ссылке под видео, скачивай трейдинг Волюм Терминал, занимайся профессиональным трейдингом, переставайте играть, а начинайте работать и зарабатывать. Трейдер – это профессия, а специалисты трейдинг Волюм Терминал помогут разобраться во всем этом абсолютно бесплатно и профессионально. Желаем вам успешного трейдинга. Раз ты это смотришь, значит ищешь что-то, что усилит твою торговлю. Значит ты недоволен чем-то и хочешь лучших результатов. Всех хотят, это нормально, но без реальных данных с рынка ничего не выйдет. Присоединяйся, подключайся, ссылка под видео. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok